33-е летние Олимпийские игры в Париже подошли к концу. Официальная церемония закрытия прошла на севере Парижа. Участники и гости уже разъехались, а значит время подвести итоги. Чем запомнились эти игры, какую оценку отечественным спортсменам дали в профильном ведомстве и главное, как встретили призеров на родине, расскажет Айсауля Байкасина. Громкая музыка, рукоплескание и, конечно же, шашу. Столь торжественно недавно встретили Демио Жадраева в аэропорту Алматы. Он завоевал серебро по греко-римской борьбе на Олимпийских играх весовой категории до 77 килограммов. Атлет поблагодарил земляков за теплый прием и ответил на вопросы журналистов. Впрочем, отличился Жадраев и на танцполе. Позже в сети появилось видео, на котором он и его тренер выполняют энергичные движения. По словам комментаторов, это часть авторской тренировки для разогрева спортсмена, разработанной лично тренером Демио. Поводов для радости немало. Акимат области Житусу подарил Демио Жадраеву и его матери новый дом в городе Жаркент. Он полностью обставлен современной мебелью и бытовой техникой. А ранее в воздушной гавани Алматы приземлился авиабор с обладательницей бронзовой медали по женскому боксу Назым Казайбай. Ее также встречала большая группа близких и болельщиков. Казахстанских спортсменов встретили утром и в столичном аэропорту. Там собрались не только близкие родственники, но и сотни болельщиков с журналистами. Нурбек Уралбай признался, что был несколько огорчен, что ему не удалось заполучить золото. Но дал обещание, что на следующей Олимпиаде сделает все возможное. Также боксеру пришлось ответить и на неожиданные вопросы. Пришел, увидел, победил. Это крылатое выражение правителя и полководца Гая Юлия Цезаря стало актуальной и для дзюдоиста Ельдоса Сметова. Он выступал в весовой категории до 60 килограммов. Победа далась ему не сразу. Наш соотечественник завоевал серебро в 2016, бронзу в 2021. Но только в этом году покорил вершину Олимпа в Париже и принес золотую медаль. В целом на Олимпийских играх отличилось немало иностранных спортсменов. К примеру, египетская соблизка Нада Хафес. Она выступила на седьмом месяце беременности. Прославился на Олимпиаде и турецкий стрелок Юсуф Декеч. Все благодаря расслабленной позе с рукой в кармане и невозмутимому взгляду. Во время выступления он не пользовался специальной экипировкой. Вместо этого спортсмен был в обычных очках для зрения и берушах. Хотя позже признался, что в тот момент в его душе бушевала буря. К сожалению, в копилке Казахстана по итогам Олимпийских игр 2024 лишь одна золотая медаль. А всего медали семь. Включая три серебряные и три бронзовые. В итоге наша страна заняла 43 место в общекомандном зачете. Но по сравнению с прошлыми играми в Токио, которые прошли в 2021, показатель значительно лучше. Тогда Казахстан оказался на 83 строчке. Поздравляю всех спортсменов, которые получили призовые места на таком масштабном мероприятии и порадовали болельщиков. Конечно, у наших спортсменов было возможно добиться еще больших результатов. Но тем не менее, мы смогли извлечь уроки после Олимпиады в Токио, улучшить наши показатели в Париже. Уверен, что через четыре года мы добьемся более высоких результатов на Олимпиаде в США. Победителем медального зачета Олимпиады в Париже стала сборная США. У нее 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые награды. Американцы обошли Китай в последний день состязаний. И для многих это стало поводом для радости. К слову, следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.